Представляю вам нашу гостью Воробьева Яна Алексеевна. Это адвокат, член Московской областной коллегии адвокатов. Яна Алексеевна уже была у нас в гостях. Яна Алексеевна расскажет нам сегодня о том, как поделить бизнес при разводе, чтобы другому супругу ничего не досталось. Так без обидников и просто среди своих. Такая тема. Пожалуйста. Яна Алексеевна. Я думаю, это будет мужчина, в другой раз нам расскажет. То есть можно и ту сторону, и ту сторону применять? Смотря на чьей стороне. В зависимости от стороны. Пожалуйста. Спасибо. Коллеги, добрый вечер. Давайте начинать. Тему частично уже озвучили. Но здесь есть важная представка. Это вредные советы. Вот это, пожалуйста, учитывайте. Советы вредные. Я рекомендую их использовать. Но обязательно учитывайте. И как это принято, я представлюсь. Такая частично. Если бы что-то не стало, это было бы. Все, разобралась. Так. Зовут меня Воробьева Яна Алексеевна. Как уже сказали, я являюсь адвокатом. Состою в адвокатской палате Московской области. Там же являюсь экспертом. Также состою в Московской областной коллегии адвокатов. Там у нас создан Центр профессиональной подготовки. Я этим центром руковожу. Я организовываю для наших адвокатов, помощников, стажеров, лекций, тренинги, круглые столы и так далее. Как у нас. Как у вас. Да. Так же метода. Я также преподаю в РУДЭН курсы повышения квалификации. У меня там модуль. И в РУСНОУ там, где в штате. Ну и так же являюсь автором. Здесь не видно. Я скажу, с автором книги. В 2023 году она вышла. Этика и эффективность в бизнесе. Почему я здесь перед вами и что-то рассказываю про бизнес и про его раздел. Так случилось, что с бизнесом я работаю с 2014 года. У меня сопровождены несколько компаний в различных сферах и производстве, и розничная торговля. И долгое время я именно с бизнесом работала, но потом по неизвестным причинам собственники стали разводиться. И первый человек, к кому они обращаются за юридической поддержкой, это тот, кто ведет их бизнес. И вот так получилось, что моя специализация раздвоилась. И я стала не только сопровождать бизнес, но и помогать делить им имущество, либо сохранять активы. Поэтому где-то последние 3-5 лет я занимаюсь в том числе семейными спорами. Имею собственную практику по вопросам раздела именно бизнеса при разводе. Это особая категория. И сегодня я вам продемонстрирую. В мою компетенцию также входят вопросы реструктуризации бизнеса, соглашения о разделе. Судебная разбирательность, и даже я опционы отношу. Я отслеживаю на постоянной основе судебную практику, Верховного суда, судовка статусомной инстанции. И сегодня большая часть материала это как раз-таки судебная практика. Я не буду вам рассказывать почти. Почти не буду рассказывать о том, что у нас написано в гражданством кодексе, семейном кодексе. Я уверена, что это вы и для вас знаете. Моя задача вам сегодня показать сложные моменты и как они решаются именно на практике, судебной практике. Иногда выступаю на ТВ в качестве эксперта. И последнее время опробую себя в качестве блогера. Веду телеграм-канал. Вот здесь есть ссылка. Если кому интересно, можете подписываться. Если сегодня сделаете фотографии, видео, я буду благодарна за них. Там все размещу обязательно. Итак, я лучше буду стоять. Наблюдайте за собой в это окошко, пожалуйста. Хорошо. Итак, вредные советы. Как поделить бизнес так, чтобы другому супругу ничего не досталось. И вредный совет, вредный совет номер один, я бы его назвала так. Чтобы занизить долю в обществе с ограниченной ответственностью, я сегодня в основном буду об окошках говорить. Но мы с вами понимаем, что по структуре, по разделу это очень схоже с акционерными обществами. А если бизнес представлен в виде индивидуального предпринимательства, это совершенно другая история. Я об этом упомяну. Но вот основной упор именно на окошке. Итак, чтобы занизить долю в ООО, которая будет подлежать разделу, можно накануне увеличить уставный капитал за счет вклада третьего лица, тем самым размыть собственную долю. Как это происходит? Вот здесь пример есть. Давайте представим, есть у нас по омашкам. Уставный капитал минимальный 10 тысяч рублей. И в этой компании есть два участника. У обоих по 50%. К слову, самое неудачное распределение долей по 50%. Потому что если в какой-то момент будет конфликт, а он будет, то фактически деятельность компании блокируется. Почему я уверена, что будет конфликт? Вот буквально полгода назад ко мне обратилось двое молодых людей. И говорят, мы придумали бизнес, нам надо все вот это оформить. Я говорю, ну окей, давайте, стали обсуждать организационную структуру. Они говорят, 50 на 50. Я говорю, ну слушайте, это не самая удачная идея. Давайте вот подумаем, может быть, как-то перераспределим. Не таки, ну а что в этом такого? Я начинаю рассказывать о рисках, что вот может вот так случится, так случится. Они мне говорят, ну слушайте, ну друзья, мы даже если это все будет, мы решим. Ну ладно, сделали 50 на 50. А компанию зарегистрировали, проходит неделя. Я не в руках, проходит неделя. И в ночи мне звонит один вот из этих партнеров. Я смотрю, ну это ночь, думаю, что же он мне звонит, ну что за срочность, отвечаю. Он такой, Яна, спасатель, мне нужна помощь. Мы поругались. Нам надо поделить бизнес. И вот этим объясняется, почему они так, вернее, почему звонок-то в ночи был. Потому что они бежали, кто быстрее ко мне прибежит, чтобы я защищала именно его интересы. Потому что за другого-то я уже взяться не могу, конфликт интересов будет. Но вот этот вопрос о дружбе и о 50%. Самое неудачное распределение долей. В ромашке именно так и было. Один из участников, назовем его Арнольд. Нету среди вас Арнольда? Хорошо, он будет в ромашке. Работится. Потому что его жена Сара изменила ему. Арнольд очень обижен. А почему не Сара, ведь Сара не видишь? Есть Сара. Ну, по виду не видно, что есть Сара. Ладно. Интересно, с кем изменила что-либо подробности? Эта история умолчивает. Один раз это нескольких. Сколько бы там ни было, но Арнольд очень обижен на Сару. Поэтому хочет лишить ее всего имущества, которое они нажили в браке. Стал он думать, что же делать. А ну, Арнольд же не заходил. Смотри, а кто заплатит. По финалу задачи на раме листово. Для этого уставный капитал ой, ромашка, увеличивается за счет вклада третьего лица в размере 90 тысяч рублей. Представим, это был друг Арнольда. Вот у меня сразу вопрос. Не кем согласован в увеличении, если у них 50 на 50? Или Арнольд генеральный директор и самостоятельно такое решение принимает? Значит, все правильно отметили. У нас ООО как существует. Есть участники, либо учредители. Они принимают управленческие решения. Генеральный директор – это обычный наемный сотрудник. То же самое, что… Он может быть один из участников, может быть, директор лицов. Может быть, конечно, да. Но юридически, если мы говорим о субъектном составе, юридически генеральный директор – это наемный сотрудник. Он осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельности. Он никакие решения не принимает. Так у меня вопрос, Сара-то согласна с тем? Сейчас расскажу. Значит, есть… Что? Вторая половина не Саре? Не Саре. Нет, нет. Только 50% совместной собственности. Вот этот Арнольд находит какого-то друга. Все вот они втроем, значит, два участника, это третий друг садятся, решают увеличить юрталный капитал, увеличивают. За счет вклада третьего лица 90 тысяч. Что у нас получается? Уставный капитал уже не 10 тысяч рублей, а 100 тысяч рублей. И сколько Арнольду принадлежит? 5%. 5% разделу. Сколько будет? 2,5%. Да. То есть вместо 25% Сара-то 25% рассчитывала, она получает в итоге 2,5%. Что 25% изначально 50%? Не у них. 50 на 2. У них 50 на 50 разводится свои 50 по 25. И кругом учредителем не являются. Да, да. Как стоимость считается? Вернее, что такое 25 или 2,5%? Оцениваются все активы, вычитаются пассивы и умножаются на процент. 25% и 2,5% мы понимаем, что ощутимая разница. Вот в этом и суть вредного совета, чтобы уменьшить то имущество, которое будет подлежать разделу, размывать, вот так искусственно размывается доля. Это еще надо найти человека третий, который внести... Это несложно. Это несложно, да. Тем более учитывая, что... Да, уставный капитал 10 тысяч минимальная сумма, добавили 90, но в условиях нынешнего мира это не такая большая... Какая вероятность, что Сара придет разводиться в суд, если у них, допустим, малолетние дети смотрят, а у него уже не 50%, а, соответственно, меньше. Она же может и... Передумать, разводиться. Нет, не передумать, разводиться, а начинать противодействовать и узнавать, в каких способах у него уменьшилось доля. Ну, сейчас спорят. Отпорить, длил, коллеги. Минуточку внимания. Я предлагаю так. Яна, как вам удобнее, отвечать сразу на вопросы или вопросы о... Я подстроюсь. Я подстроюсь. Просто мы рискуем не успеть. Я контролирую. Хорошо. Почти. Вы вопросы можете задавать. Если вопросы идут на обережение, я об этом скажу. Сейчас те вопросы, которые задавали, они идут на обережение. Я сейчас обо всем расскажу. Значит, прежде чем мы разберем, что такое размытие доли, я бы хотела рассказать, в чем суть прав на долю. Здесь уникальность в том, что происходит стык нескольких прав по своей природе. Это корпоративные права и имущественные права. И они идут параллельно. Вот в этом особенность при разделе имущества, при разделе доли. Правомочия от супруга в отношении доли общества с ограниченной ответственностью, они как раз таки дифференцируются в зависимости от переплетения семейного и корпоративного права. Что я имею в виду? Изначально супругу принадлежит корпоративное право. Это право на управление обществом. Какие у нас корпоративные права? Развитие общества, реорганизация, ликвидация, смена адреса, смена директора, утверждение аудиторского отчета, утверждение акта ревизионной комиссии и так далее. То есть это управленческие решения. Вот корпоративные права, они принадлежат тому супругу, который является участником ОШКИ. Второму супругу, даже если эта доля приобретена в период брака, не принадлежат корпоративные права. Это очень важно. А что принадлежит второму супругу? Изначально, априори, он имеет имущественные права в отношении этой доли. Или, по-простому говоря, это право на стоимость доли. Корпоративные права второй супруг может приобрести в исключительных случаях. И я об этом тоже скажу. Ну, общее правило статья 256 ГК и статья 34 Семейного кодекса о том, что доля личной ответственности является общим имуществом супругов, если такая доля приобретена в период брака. То есть здесь у нас общее правило в отношении совместно наше имущество. Но особенность вот в этой природе – корпоративные имущественные права. В силу статьи 35 Семейного кодекса, пункт 1, как у нас происходит распоряжение общим имуществом, владение, пользование распоряжением по общему согласию. В отношении доли все то же самое. Но мы помним, что корпоративное право принадлежит только тому супругу, который является участником. Дальше, при совершении каких-либо сделок с общим имуществом, с совместным имуществом, у нас предполагается, что второй супруг согласен. Это очень важно, и это большое заблуждение у многих, что согласие не презюнируется, оно презюнируется. То есть если сделка оспаривается ввиду того, что она была совершена в отсутствии согласия, то супруг должен доказать, что он не давал согласия. Это же правило работы отлини с долями. Дальше. Такая страна сделка должна была знать, что он не давал согласия. Это одно из условий, да. Да. Такие права, как корпоративные права, принятие решения об увеличении уставного капитала путем внесения третьим лицом. В судебной практике, да и доктрине расценивается как сделка. Сделка, в частности, по распоряжению своим имуществом. Отсюда мы делаем вывод. Ну, раз это сделка, значит, мы попадаем под пункт 2 статьи 35 семейного кодекса, то есть нужно согласие. Но вот здесь происходит стык. То есть семейный кодекс нам говорит, что на сделку, по отчуждению имущества нужно согласие. А с другой стороны у нас есть гражданский кодекс и корпоративное право, которое говорит, что на корпоративные права, правомочия согласия не требуется. Вот сейчас практика такова, что нотариусы не требуют согласия супруги на такие вопросы, на такие решения, как увеличение уставного капитала. Не требуется, да. Поэтому очень часто размытие, оно имеет вместо. Неважно, в какой период оно совершенно. Важно. Об этом тоже сейчас скажу. Значит, внесение дополнительного вклада в уставный капитал общества должно иметь экономический смысл. То есть должна быть экономическая обучнованность того, что общество требуется в дополнительные инвестиции именно в виде увеличения уставного капитала. У нас ведь средства в общество могут вноситься и просто как пень помощи от участников, учредителей. Участники должны будут доказать, что требовалось именно увеличение уставного капитала. За счет денег, за счет имущества. На мой субъективный взгляд, если происходит увеличение капитала за счет имущества, то это проще обосновать. Имущество, оборудование дорогостоящее, например, недвижимость. А когда это деньгами происходит, и после этого у компании ничего не случается, не приобретается, не развивается, то есть вот в каком состоянии она была в таком и остается, то тогда сложнее уже доказать вот это экономическое обоснование. Для чего вообще уставный капитал? Процесс отнесения, если просто можно в имущество, и с тех планов. Интересный вопрос, я не знаю, честно, не знаю, я себе часто задаю вопрос, что по сути такой уставный капитал. В законе у нас написано, это та сумма, которая обеспечивает интересы кредитора. Она только ухудшает положение. Друзья, здесь тысяча рублей. Стоимость материальной квартиры может быть как угодно большая при уставном. Нет, сейчас нет. Раньше, да, сейчас с 2014 года, если я не ошибаюсь, были внесены изменения в ГКО, когда реформа у нас проходила. Сейчас можно имуществом, но должна быть оценка. Имущество всегда можно было. Уставные капиталы, минимальный резерв активов общества, который должен оставаться на последнюю отчетную дату каждого года по бухгалтерскому балансу, то вот ниже этой стоимости имущество не должно оставаться. Так я по-другому вопрос посмотрю. Иначе предприятие должно быть ликвидировано. Уставный капитал. Сейчас я скажу. И увеличение уставного капитала, каждый раз его увеличение, оно каждый раз ухудшает, скажем так, усложняет жизнь этого предприятия. Надо оставлять как минимум эту сумму. Эту сумму. Уставного капитала. Положить этот баланс. Увеличение уставного капитала, его назначение, может быть просто красивая картинка для инвесторов. А я по-другому спросил. Уставный капитал 10 тысяч рублей. Слово мы с активом. Может быть миллион? Может быть 10 миллионов? Да, конечно. 100 миллионов может быть? Миллиард может быть? Может быть. А теперь мы из 10 тысяч делаем 100 тысяч. Ну это капля в море вроде бы. Что такое 100 тысяч? Но вдруг мы делим миллиард уже в пропорции. Потому что сумасшедшие деньги теряем. Мы делим просто пропорции. Отсюда вывод такой, что сделка оспорима. Да, я же вот про это и говорю, что должно быть экономическое обоснование, когда происходит увеличение уставного капитала. То есть должны быть... Цель, да. Да, и не просто цель, а она экономически обоснованная должна быть. Возвращаясь к вопросу о том, что такое уставный капитал. Вот чисто юридически я, конечно, понимаю, что это такое. Но чисто практически у меня больше вопросов. Вот хорошо, если сумма большая. Да, если это 10 тысяч рублей, ну да, вот есть на балансе эти 10 тысяч. Как это обеспечивает интересы кредиторов? Ну это дискуссионный вопрос. Это ладно. И я, конечно, соглашусь, что если эта сумма большая, то это такое стоятельство, которое может мешать развитию общества. Но вместе с этим это определенная гарантия для инвесторов, для кредитных контрагентов. Да, так. Значит, это у нас сделка оспорима. Должна быть цель. И также имеет значение, в какой период была совершена сделка. Если это в период развода, то это точно она прям подсвечивается, да, и говорит о том, что может быть риск. Но когда начинается этот период развода? Когда заявление подали? Или когда разъехались? Когда поссорились. Когда поругались. Ну, если постоянно ссоришься. Сегодня поссорился, завтра помирился. Момент измены. Когда он узнал. Нет, у меня были большие отношения, когда судебные решения сходили на конкурную силу. У меня были такие дела, когда люди горданами жили, а потом решили развести. И она говорит о другом юридическом начальном периоде, а тут говорит о другом юридическом. Мне не волнуйтесь, мы могли жить в разных квартирах, но в юридическом точке времени, мы семья. Давно это было? А это было 3 года назад. Вот последние лет 5 судебная практика складывается так, что имеет значение, когда отношения фактически были прекращены. Здесь вредный совет, не юридически, а фактически. Фактически, да. Здесь вредный совет, отхожу от темы, но в тему. Вредный совет подавать разные иски о расторжении брака и о разделе имущества. О расторжении брака, как правило, никто не думает, там говорят все как есть, вот мы не живем уже год, не общаемся. Идеально, если суд пишет это решение, что фактически отношения прекращены год назад, брак расторгнут. Все, решение зафиксировано, и с этим решением мы идем удивить имущество и делим его с момента, когда вот... Фактически отношения. Фактически, да. Практика уже устояла, здесь проблем нету, и причем даже, знаете, по практике принимают свидетельские показания. У меня вопрос, как они подтверждаются в брачных семейных отношениях, но ладно. Фотографии, значит, информация о другой женщине, о другом мужчине, то есть, оттуда берут все, что дашь. Вот, поэтому здесь, да, очень внимательно. То есть, надо готовиться. Детективы нанимают, что... Да, ну мы помним, да, что доказательства должны быть относимы, допустимы. Да, ладно. Да. Так, значит, имеет значение, когда была вот эта сделка по увеличению уставного капитала. Конечно, в законе нет четких границ, да и в судебной практике тоже нету. Нету привязки именно к дате подачи заявления, нет привязки, когда они разъехались. Я, например, знаю семьи, которые развелись, они не ведут семейно-брачные отношения, живут в одной квартире. Несколько лет и все нормально. Как соседи я не веду. Так. Бывают еще случаи, когда по-соседски они иногда и вылупают. Ну, может быть, да. Здесь играет роль совокупность доказательств. И когда ознакомилась в судебной практике, еще играет роль, а знала ли сторона, которая либо вносит вклад о том, что стороны находятся на стадии развода. Поэтому здесь стройки достаточно такие резиновые. Размытые, да? Размытые, да. А по судебной практике. Значит, есть у нас определение Верховного суда 2023 года, какие там выводы основные. Фабулу дела не буду рассказывать, нам все-таки более интересно именно выводы. Значит, простое измерение, изменение размера доли, выраженного в процентах, не свидетельствует об отчуждении доли. Это к вопросу о стыке семейного корпоративного права. То есть, когда принимается решение, ну, в частности, с Эрнольдом, да, было 50%, стало 5%. Произошло отчуждение? Ну, вроде как, да. Произошло отчуждение. Да, конечно, как это было. Да. То есть, если мы переводим это на активы-пассивы, да, произошло отчуждение, а вот Верховный суд говорит, что они факт. Надо смотреть, действительно ли там что-то уменьшилось. То есть, вот то, о чем вы говорили, имеет значение не просто изменение долей, а изменилось ли состав имущества, его ценность, так скажем. Дальше, следующий вывод. Не являясь участником общества, супруга не может непосредственным образом участвовать в его управлении, то есть, влиять на принятие решений, в том числе, относительно состава участника. Опять же, стыд корпоративного и семейного права. Вроде как, доля супруге или супругу второму тоже принадлежит, потому что, совместно наше имя общество, но управлять не может. То есть, корпоративные права ей не принадлежат, ну, или ему не принадлежат, второму супругу. В этом, конечно, особенность. То есть, идти с иском оспаривать решение об увлечении просто потому, что супруга не дала согласия, шаг тебе в вариант. Следующий вывод из этого определения. Даже в случае совершения одним из супругов сделки, которая приведет к уменьшению общего имущества без получения согласия второго супруга, в силу пункта 2 стахи 1731 гражданского кодекса, 173.1 гражданского кодекса, неблагоприятные последствия, они здесь не видно. Поднять немножко надо. Давайте поднимем. Ну, я так на память скажу. Нужно доказать, что имели место неблагоприятные последствия. Да, права третьих лиц затрагиваются, поскольку есть риск, да, что сделка будет признана такая, недействительная. Но все же нужно исследовать, насколько имели место неблагоприятные последствия. Следующее определение Верховного суда, оно 2017 года. Что там нам говорится? Размытие нажитой в период брака доли в ООО имеет место в случае, если стоимость доли намеренно уменьшена в преддверии развода или раздела общего имущества. Это как раз-таки экономический смысл. То есть устанавливается, с какой целью было произведено увеличение уставного капитала. А если здесь цель именно снижения актива, причинение вреда второму супругу в виде снижения его причитающейся ему доли, то, конечно, такое решение, оно имеет риски. И время доказывания злонамеренности, так скажем, действий супруга участника возлагается на другого супруга. Здесь, ну, с одной стороны, логично, да, но с другой стороны, вот это время доказывания, распределение таким образом времени доказывания делает эту категорию супруг очень сложной и практически недоказуемой. потому что второй участник, вот тот второй супруг, который пострадал, у него же нету корпоративных прав. Он не может запросить документы, да, как он узнает, есть экономический смысл сделки или нет. Обратите, что, у него нет такого права. Нет, ну, в суде, что, с учета, если упадать? В рамках какого суда? Раздела имущества? Да. Раздела имущества? Да. Но прежде, чем идти с требованием, надо же понять, насколько, то есть, есть там шансы или нет. А здесь он ограничен, понимаете, у нас обратиться в суд с требованием к обществу о предоставлении, об обязании предоставить документы. Кто в праве? Участник. Да. А супруг второй не является участником, у него нету корпоративных прав. Почему я сегодня очень много оставлю акценты вот на этом, на этом стыке, да, корпоративные имущественные права? Вроде как, все одно, но вот по своим посредствиям это абсолютно разные вещи. Те права, которые принадлежат участнику ложки, они не принадлежат второму супругу, и в этом сложно. Как понять экономическую обоснованность? То есть, чтобы доказать, надо же понять, а чтобы понять, нет документы. А получается, он не может. Так что, с этим вопросом, в ходе ИСТО разделе имущества, он не может обратиться в суд, чтобы понять, а вот такая стоимость и пить, что мы делим, чтобы суд запросил эту информацию? Это же логично? Может, а если сторона не представит, и потом, само общество же не является у нас стороной. То у нас сторона брака разводного процесса, муж и жена, то документы предоставляли. и вопрос, что стороны запроса, да, да. Ну, куда запрос? Ну, в общем, где он учредителем является. Есть такая обязанность по предоставлению документа. по запросу не предоставят. А в налоговой же есть информация по стоимости согласно балансу. Я не знаю, вот они обязаны предоставлять расшифровку баланса, потому что общую картину мы видим. Если компания небольшая, да, там можно вычленить изменения, а если компания большая, у нее постоянно идет движение, то мы в балансе этого не увидим. Нужна расшифровка всех статей баланса. Общую стоимость берет. Общую стоимость, да. Стоимость активов. И в нашем случае получается, ну, миллиард, давайте на нем. То есть, человек получает 80%, третье лицо от миллиарда. Это подарок ему взяли за 90 тысяч, далее 80% от миллиарда. Я не разбалансирую. Хорошо, а если он выносит какую-то идею в общество? И вот они оценивают. Как это оформляет? А как оформляет? Протоколом. Вот они собираются и не обязательно, вот они три друга. И третий говорит, слушайте, у меня такая идея, я готов вам поделиться с ней, но мне надо что-то взамен, дайте мне долю, ему другие, ну, одно это наш, да, он говорит, ну, давай, ну, денежку туда ему все равно. Так и происходит. внос имущество, а имущество коммуникация. Да, да, но здесь да, да, конечно. Вот мы сейчас говорим о разделе имущества кутугов или об овспаривании сделки увеличения усталового капитала. Сейчас кутугов их мы рассматриваем. Они связаны. Они связаны. Вот Сара подала разделе имущества и увидела, что у анонии уже 5%. Да. Да? Да. Но там-то уже увеличение усталового капитала не начнёт, и это сделка и оспариваемая. Пока идёт следствие неоспорческого специального имущества, если вы считаете, что она отличная статология. Значит, ну да, Сара должна подать иск об овспаривании то есть сделки по увеличению усталового капитала. А сейчас у неё иск идёт о разделе имущества. Да. А в рамках одного дела можно подать параллельный иск об овспаривании увеличения усталового капитала, не рассмотрев ещё иск разделе. Параллельный идёт. Вот по овспариванию решения это же корпоративный спорт, это арбитражность. А раздел совместно на что имущество общие и разделе. Поэтому раздел имущества там производство будет проостанавливаться. Право у неё на предъявление признание сделки неоспоримой действительно есть, да? Бояка. И где она будет рассматриваться? Это арбитражный корпоративный спор. Пока мы дальше не ушли, у неё корпоративных прав нет, как вы говорили. И это всё равно подсудно арбитражному суду. да, да. Вот я почему и говорила, что это корпоративно, да, и вот здесь практика одно время она складывалась, что нельзя оспаривать, нет же корпоративных прав, значит, нельзя решение оспаривать, но сейчас принимают суды, принимают, и мы в арбитражных судах есть просто. Она изначально может и не знать, что там произошло, увеличение там уставного капитала, она предъявляет иск о разделе имущества, и в этом процессе узнаёт, что там уже не 25, а 5 процентов, да, и подаёт параллельный иск в арбитражный суд, а здесь просит приостановить производство до рассмотрения того, суд, и рассмотрение конечно, да, а приостановке или нет, но усмотрение обязанностей же нет такой. Логически-то фактически, да, она подала иск, а вдруг там удовлетворять, и тогда будет. Ну да, строки, да, короткий, один год, но с какого момента, когда узнала, она может сказать, что я в процессе буду. Постановление арбитражного суда Уральского округа, какие здесь выводы, что само по себе отсутствие согласия не является фактом, который свидетельствует недействительности сделки, ну, ничтожности, да, по пункту 3, статьи 35, и предмет исследования судов в обязательном порядке входит проверка спорной сделки на предмет ее оспоримости, в частности, на предмет целесообразности увеличения уставного капитала, вот то, о чем я говорила, можно же просто оказать помощь обществу, не увеличивая при этом уставный капитал, какая необходимость была именно в увеличении уставного капитала, в результате чего уменьшилась доля, должно быть обоснование, не просто, что нам нужны были деньги, влияет на дальнейшее развитие, инвестора там ожидают еще что-то, либо, может быть, входят в какой-то проект, где есть требования по минимальному размеру уставного капитала, должно быть обоснование, обоснование это притворное или для употребления права где-то 10-е от 8-е по притворности, да, идет, да, 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 но вообще практика как, дублитвая часто обосновывает это все, либо, что обосновывает ну, обосновывает увеличение уставного капитала, или же все-таки сложности в этом деле, есть сложности исходя из бремени доказанной по распределению, но практика и такая-такая конечно есть, но чаще всего засиливают увеличение уставного капитала. Засиливают, да, ну и вы сказали, что время доказывания лежит именно на пострадавшем на старин, да, она должна доказать, не понимая, что там произошло, она должна доказать, что это неправильно, да, она все не заявила, конечно, что ли я согласен, да, что ли я согласен, нет, но согласен, а там обоснован, она должна реально доказать, что это не обоснован. Любой предприниматель, который владеет приятелем, он обоснует, зачем ему нужны были деньги, вот это зарплата, закупка запчастей, да, ему нужны были на римной порту и такая среда, не всегда, это прозвучало как раз, что деньги можно внести разными способами, можно просто в кафе внести, если нужны деньги, можно просто в кафе положить их и уставный капитал не изменится от этого. Ну, а зачем уставный капитал? А увеличение именно капитала, они... Вы смотрите, сколько там вынесли, допустим, для участия в тендере. Уставный капитал должен быть от определенного отдела. Если цель была для участия в тендере, надо... Это доказательство. уставный капитал, как бы мы планируем, мы вот проект поставили, и все, вот вам основание. Там куча, я вам спрашиваю, я не знаю, как правило, внутри спрашивают об основе, или оппоненты. А тот, кто на месте на деле работает, он найдет там тысячу и одну... Нет, нет, ну, смотрите, в этом обществе, например, миллиард активов, да, активов на миллиард, а в нем вставные капиталы 10 тысяч. И раз, появляется третий человек, у него 90 тысяч, и у него 90 процентов встал. От миллиарда, да. От миллиарда. Ты тут с тобой обоснуешь? Ну как обоснуешься? Ну 90 тысяч, так вот, прилетал на счет. Нет, а в это же речи делать. На практике бывает. А в тем миллиарда, а в 90 тысяч, почему 90 тысяч, а не две миллиарда? Нет, в цели разнувки это речь идет о том, что он разнувки. я понимаю, это оцепь. Я уже с коллегой соглашусь, что у компании, если здраво к этому подойти, несложно будет обосновать экономическую цели сообразность увеличения уставного капитала. Я не говорю о тех случаях, когда в ночи там решила, дай-то я увеличу и идешь утром кладешь эти деньги. Нет, если действительно к этому подойти серьезно и заранее можно это экономическое обоснование, аудит, провести оценку, провести бизнес-план какой-то. И здесь же хорошо, если второй цифров, он как-то вовлечен в бизнес и понимает вот эту структуру. Но по собственному опыту, по собственной практике, мне кажется, второй цифров мало когда вовлечен и что вообще визу понимают. хотя в правильности ради скажу, я думала, что вот эти истории, что там муж открывает много ложек и пэшек, там что-то делает, семья живет счастливо, в доставке, жена вообще ни о чем не знает и потом перепенсия не разводится. Я думала, что это кино так бывает, но на самом деле в жизни тоже бывает и ко мне относительно недавно женщина обратилась, вот у нее история один в один. Жили с мужем вместе, со студенческих годов там вместе, бизнес развивал он, она с детьми сидела, никогда не работала, вообще понятия не имею, что такое работа. Жили хорошо лет до 50. Ну, пришлось от лета, что об этом я не знаю, но что-то пошло не так, они стали разводиться, она понятия не имеет, кто у него там, какие П, какие У, у него еще иностранные активы были, как их найти, вообще ничего не было, поэтому такие случаи тоже бывают, ну, как она докажет отсутствие экономической целесообразности, если она даже не знает, какие там компании у них. Она не знает вообще, что такое ОУ и П. Здесь, значит, смотрите, здесь можно привести содержание постановления Конституционного суда вот о применении 35-й статьи Семейного кодекса, когда рассматривался вопрос о том, в пользу кого отдать предпочтение в споре, когда продается общая недвижимость супругов, добросовестному приобретателю, потому что была неясность порядка применения этой части второй или третьей, да, по-моему, статьи 25-й Семейного кодекса. Что касается недвижимости, там не было указано, что добросовестный приобретатель не теряет недвижимость, когда он не знал и не мог знать о том, что недвижимость является супружеской собственностью. И когда Конституционный суд разбирался в этом вопросе, как применять эту норму права, он формулировал это следующим образом. То есть на весах интересы с одной стороны приобретателя, а с другой стороны супруга обманутого, недвижимость которого ушла. И там есть такие рассуждения, что вот этот супруг обманутый, он ближе к правонарушителю. то есть он должен был находясь у руля семейного корабля вместе со вторым супругом, который его обманул, контролировать процесс обращения с общим имуществом. А приобретатель это человек как правило посторонний, он не может контролировать процесс реализации этого имущества и он видит только то, что ему показывает. И в споре между интересами этого обманутого супруга и обманутого добросовестного приобретателя Конституционный суд сказал, что надо отдавать предпочтение добросовестному приобретателю. Да. То есть супруг обманутый сам виноват, потому что живя с человеком должен был знать, с кем ты живешь. С кем связался. По большому счету и в этой части перераспределение бремени доказывания видимо идет по этой же логике. Живете вместе, поэтому пожалуйста контролируй, что у вас там происходит. Ну это лучше наверное сожительство, если официальный брак там же согласен. не на официальный брак. Но там же согласие требуется на отчуждение. Да не требуется. На изменение доли как раз таки на Яна Алексеевна. На изменение доли да, не требуется. По недвижимости брак расторгнут. И никто не знает, что это вообще собственность. Была она приобретена как общая. Тоже как требуется. У Росрегистра в 2022 году если не ошибаюсь были разъяснения, что они не в праве требовать согласия материального. Оно презумируется. То есть представили хорошо, не представили приостанавливать госрегистрацию нельзя по этому основанию. А с бизнесом то же самое. Презумировать согласие. Не было согласия доказывать тот шлюбру, который не давал согласия. Так по подходности подвести практику архитражного суда подвести. Дальше постановление архитражного суда Московского округа. Рассматривалось дело и шут пришел к таким выводам, что в данном случае не произошло отчуждение доли на основании договора купли-продажи, а состоялось увеличение уставного капитала общества и схождение нового участника в общество, а затем решение участника общества о выходе из его состава. Расстраненная схема, знаете, сначала ввели, потом ввели. Суд посчитал такие действия правомерной реализации единственным участником общества его права на принятие корпоративного решения по управлению общества. И суд также отметил, что указанные события произошли в период, когда брак не был расторгнут. Мое личное отношение к этому. Вот эта схема сначала кто-то вошел, потом ты вышел. Если это в короткий период времени произошло, как мне кажется, очевидно, что здесь не благие цели были. Либо это уход от налогов при продаже, либо еще какие-то в частности уменьшение своей доли. здесь кто-то сказал, что участник сам так решил. Это корпоративное решение. Он может продать свою долю, может сначала ввести участника, а потом ввести. Здесь ничего незаконного нет. И акцентировал внимание, что брак не был расторгнут. То есть здесь акцент именно на формальном моменте. Но при выходе подразумевается выплата действительной стоимостью доли? Тоже с этим сложно. А что такое действительно стоимость доли? У нас есть противоречия. В законе сказано, что действительно стоимость доли определяется по балансу на последнюю дату. Что такое баланс? Актив минус пакет. баланс не всегда отражает действительную реальность компании. Это значит в законе сказано актив минус пассив согласно балансу. Но есть методические рекомендации для экспертов. И там написано, что должны по всей отчетности по состоянию на рынке, то есть реальную рыночную стоимость доли. Действительно стоимость доли по закону и рыночная стоимость это абсолютно две разные вещи. И суды сейчас идут по практике, что именно рыночную стоимость доли определяют. Но здесь я, наверное, вам не открою секрет, как у нас работают эксперты, чей эксперт тот и прав. И эту долю одно дело, когда у нас производство. Да. А если это как оценить деньги, стоимость, у них имущества как-то нет, они оказывают юридический бизнес, мы положим, там уже нет имущества, активов каких-то нет, компания вместе с этим может на рынке занимать неплохое место. Как ее оценить, ее рыночную стоимость? Очень сложно. Если это сложно, значит есть вариации для экспертов. Поэтому не всегда это гарантия прав второго ступору. Постановление 6-го арбитражного апелляционного суда, что здесь говорит, принятие решения о привлечении уставного капитала общества путем введения в состав участников общества нового участников подлежит рассмотрению как сделка, поскольку такое действие является по существу распоряжением общим имущественным супругам в лекущем уменьшении действительной стоимости доли супруга в обществе. И имеет значение то, что участников и третье лицо за счет вклада которого уставный капитал был увеличен является близкими друзьями. Также третье лицо является бизнесменом с большим стажем и не мог не знать, что требуется материальное согласие супруги. Посмотрите, какой акцент суть дела, что, во-первых, это сделка, которая направлена на отчуждение имущества, это не всегда к такому выводу приходит. И второе, он анализирует личностные отношения. Вы же друзья, вы должны были знать, что вот супруги находятся в состоянии несемейно-брачных отношений, и вы же бизнесмен, вы давно работаете, как вы могли не знать, что требуется материальное согласие. Видите, такой повышенный стандарт. Что это требуется или не требуется? Оно презюмируется. Здесь вот смотря в некоторых случаях оно действительно требуется, если сделка подлежит материальному, сама сделка подлежит материальному удостоверению, продажа доли. Она же у нас материальному удостоверению подлежит, значит, требуется согласие материальное. А вот если его нет, Наталья пропустил так, что тогда? В данном случае не продажа доли, нет. Но все равно это же сделка, это же вот здесь конечно есть такое некое противоречие и стык, да, согласие презюмируется, но вот я если на стороне покупателя, да, я всегда согласие, всегда, абсолютно, какая бы сделка ни была, потому что это риск. Представьте, что вы на стороне уже покупателя, который уже решает проблему. не до сделки. Тогда я скажу, что согласие презюмируется. Мы не могли предполагать, что нет. Это реально. Тем более, там фактически продажи не было. Там был вклад и решение общего собрания о перераспределении доли. Как таковой сделки не состоялось. что-то некая форма здесь. Форма обсуждения. Это и поведка, да, форма обсуждения. Там прозвучало слово сделка. Подлежит рассмотрению как сделка. В любом случае сделка. И мало того, еще противоречит. В любом случае сделка. Ну, как отшуждение здесь оно загуалировано. Ну, Но сделка что либо приобретение, либо отчуждение. Почему? Изменения. Изменения. Но в данном случае все равно стало лучше или меньше. У одного больше, то было меньше. Сделка это единственное направление на установление изменений и решение этого отношения. Формально здесь изменение же произошло. Доля была, она же никуда не делась. Мы видим, что произошло отчуждение. Когда переводим это конкретно цифры, когда считаем действительно стоимость доли. И вот здесь как раз такие суды говорят, что это не купля-продаж, конечно, но это отчуждение. Это сделка, безусловно, но какая сделка? Какие-то суды говорят, что это не отчуждение, это корпоративное решение. Была доля, никуда не делась. Была доля 50%, 5%, так не было 20%. 25% надо делать. Это корпоративно, двояко, так решили. Опять, то есть мы в России, один суд говорит вот так, другой так. Закон говорит, что презюмируется, суд говорит, нет, дайте нотариально. Нет, ну Россию не надо ругать. Я бы сказал, что они ругают, я оставил просто, что вы в России. Одни будут ссылаться на практику, это другие будут. Ну, смотря на честь стороне выступалось, да. Поэтому я и задал, ваше действие, когда вы будете на стороне при Агретане по третьей улице. Согласно претендерироваться, мы не могли знать, да. Вам ли объяснять, за кого играем, за красный, за белый, за Сару или за Бертовой? Атолик, Аркнулик там. Даже по поставленным вопросам мы же одновременно думаем, мы же можем оказаться на стороне этой Сары и мы сейчас пытаемся выяснить, выяснить, а как теперь здесь в этой ситуации? Ну, раз уж, прошу мог. Знаете, есть же мнение такое, что у юриста должно быть принципиальное решение. Приходит к нему человек и говорит, вы знаете, я вот тут долю свою обнулил, давайте-ка мы мою жену прокатим, а юрист говорит, вы знаете, вы мне вот не нравитесь со своей позиции. Я вот считаю, так делать нельзя. И в этой позиции вы никогда не окажетесь в таком случае. Поэтому для такого юриста это всегда будет сделка, которая требует согласия с услугой. Такой принципиальный юрист никогда не окажется на стороне согласия. Он пойдет в соседнюю контору и найдет другого юриста. Либо принципиальный этот момент будет на подсосе. скальдер, наверное, будет востребован, потому что он такой принципиальный. Часто бывает, что принципиальный вопрос не востребован. Это уже такой, да, дискуссионный вопрос. Коллеги, идем дальше. Вредный совет номер два дать согласие на сделку. А если супруг или супруга просит дать согласие на какую-либо сделку в отношении доли общества с ограниченной ответственностью и рисков в связи с этим нет. Поэтому можно смело давать согласие, ведь дача согласия это формальное действие, которое не влечет в какие-либо последствия. Вредный совет. Обращаю ваше внимание. Подробнее. Так делать не надо. Пока не поднимешься. Да, перевожу. Так делать не надо. Что такое согласие? Значит, как я уже сказала, согласие у нас презюмируется, что супруг изначально все согласен. А когда это согласие требуется? Распоряжение имуществом. Что это может быть? Продажа доли, перераспределение долей, увеличение уставного капитала и выход из общества с ограниченной ответственностью. Вот согласно судебной практике четыре варианта распоряжения имущества. Мы на каждый из них необходима согласие. Рекомендуется оформить согласие, хотя оно и презюмируется. Очень важно согласие по общему правилу. Оно должно быть предварительным, то есть до сделки оно должно быть получено. Но судебная практика допускает и последующая согласие. То есть потом... Оно должно быть предметным, вот конкретно четко на определенные действия. Или бывает, значит, что согласие там, жена дает согласие там на совершение любых сделок, общества. Здесь тоже, смотря на честь стороне, если мы оспариваем, то, конечно, мы говорим, что оно должно быть предметным. То есть, что такое согласие? Это же воля изъявления, и мы должны четко понимать, на что именно это воля изъявления было направлено. И страдает ли от этого интересы вот этой супруги или супруга, который дает согласие. Поэтому однозначно я здесь не отвечу, но вот смотря как ситуацию покрутить. Статья 35, уже об этом говорили, что нотариальное согласие требуется для сделок, которое оформляется у нотариуса. То есть, для тех, где требуется нотариальная форма. Судебная практика определения Верховного Суда 2021 года сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению общего имущества, может быть признана судом недействительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга только по его требованию и только в случаях, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на совершение данной сделки. Предмет доказанный чувствуете, как его усложняется? Изменения внести как раз виден к о чем? как раз по поводу для того, что другая сторона должна признать? Нет, это постановление конституционного суда будет, частью третьей, касающейся недвижимости. мы должны сделать. 73 отсутствие согласия другого лица это ГК, да? Имели код. Другой супруг должен доказать, что этот супруг знал о ее несогласии, да? Сторона. Или сторона знала о несогласии. Яркая сторона должен сказать, что я добросовестное приобретение. Ну и в момент тоже совершения сделки анализируется в какой момент все это состоялось до подачи иска, после подачи иска. Но это все-таки ситуативно. Так, следующее определение у 22 года. Выводы таким. из существа семейных отношений не исключается возможность отзыва такого согласия. Вот это мне тоже кажется. Такой абсурд дал согласие и перебумал. Такое может быть. Данного одним супругом, например, в связи с изменением интересов семьи, наступлением обстоятельств, приводящих к утрате согласия сроков относительно распоряжения и общего имущества. Причем отзыв согласия как-либо во времени не ограничиваются. Суд в этом же определении конечно говорит, что должны быть разумные сроки. Мы понимаем, что это разумность, она может быть различной. это риск. Для меня честно непонятно. Дал согласие потом передумал. А если произошло и это произошло, то или вот тему передумал. Сегодня с коллегами обсуждали, это конечно не семейно-корпоративное отношение. Женщина уволилась в декабре месяца, через два месяца по собственному желанию уволилась, через два месяца возвращается и говорит, я передумала. Распадатель говорит, ну слушай, я уже сотрудника нашел, я не могу обратно Она пошла в суд и говорит, а я беременна. И суд сказал, что надо восстановить. Знаете почему? Он это обосновал, что когда она писала заявление об увольнении, у нее гормоны были, она же беременна, она не понимала, что творится. И восстановили на разуме. Очень интересный в Европе походим. Это что-то тоже были гормоны. Тут у нас беспристрастность. Вот здесь примерно так же, да, дал согласие, потом передумал, у меня гормоны были. Я понимаю, вы отвлеклись, а что в случае работодатель делает? Восстанавливает право. А того, кто он принял. Вот кстати, этот вопрос тоже обсуждал, у меня нет ответа на него, потому что чтобы его уволить, должны быть основания. Основания в Трудовом кодексе с черпом и шпиричем, ни под один не подходит. Сокращение численно для штрафа. Два месяца предупреждает. Взять эту нынешнюю на нынешнюю. Там предлагать нужно вакансии другие, там целая предупреждает. Она на свою должность тренирует. Суд ее уже восстановил. А должность занята. Поэтому да, я знаю, как вот, я думаю, что здесь ответ надо в судебной практике искать, как быть. вводить новую штатную единицу, если необходимо. работодатель обжаловал решение суда восстановления на цехах? Нет, давнее решение, это наверное год назад. Мы же решение вступило в силу. Нет, вступившая в силу точно. Это достаточно активно обруждалось в правой в силе. Вступило, да. А кто определил, что гормоны там именно в тот период, когда написал? Это опять резюмируется, справка беременности и все. И все, гормоны, да. Поэтому можно использовать. Да, и в казах тоже, судья была беременна, прошу отменить приговор. Часто по-братски. Коллеги, вредный совет номер три. Тише, тише, да. Не предусматривать ограничения корпоративных прав. Уставом общества с ограниченной ответственностью повторяет вредный совет. Можно ограничить вход третьих лиц в состав участников. Полный запрет или необходимость получения согласия иных участников. Этого не надо делать. В случае развода пусть супруг или супруга тоже управляет компанией. Это вредный совет. поясняю. Здесь у нас опять работают общие статьи. Статья 256, статья 34. И напоминаю, этот слайд мы уже видели, что участие в обществе подразумевает в себе корпоративные и имущественные права. Как я уже говорила, корпоративные права принадлежат тому супругу, который является участником пола, а имущественные принадлежат тому и другому. Так что значит ограничить вход в состав участника по? Есть три варианта. Первый запрет на вход третьих лиц. Нельзя. Вот есть там два-три участника, те, кто создавали. Все, от других нельзя вводить. Второй вариант вход третьих лиц возможен, но в согласии общества, участников вернее. И третий вариант это свободный вход третий лет. То есть супруги, наследники, кто хочет выходить. Раздел между супругами до уставного капиталя не влечет автоматического возникновения корпоративных прав. доли. разделили по 50% условно. Это не значит, что супруга приходит с этим решением и говорит, а я участник, я могу сменить директора. Нет. Раздел по общему правилу, раздел доли, подразумевает, что появляется право на получение стоимости доли в этом процентном соотношении. А если у нас свободный вход в общество, тогда корпоративное право возникает. То есть с этим решением идем, просим включить, проводится общее собрание, включается в состав, происходит перераспределение, все регистрировано, все. Второй супруг является полноправным участником. А если собрание примет, решение не пускать. Не может. Вот если у нас третий вариант свободный вход, то их согласие не требуется. А зачем собрание вообще проводить? Это поступание. Управить в составе до момента. Да, конечно. Как делать на таких случаях? На практике. Она зашла в долю, взяли просто долю или раз мыли, и делали несколько раз, пока она не ушла, она не поднялась в эти минуты. Будет зависеть того, какая доля. Если доля большая, то решение об увеличении уставного коктала не пройдет. Но если меньше даже не 50, я сейчас быстро так не сочетаю, но расскажу в чем логика. Решение об увеличении уставного коктала принимается квалифицированным большинством от 2-3. От 100% это сколько у нас получает? Под 70. Если у нее доля такая, которая поможет блокировать 40% предположим, то это нельзя будет сделать. Если маленькая доля, то можно ее снижать. Это не существенно. А в первом случае, после раздела ей n-ое количество долей получается, ей выплачивается действительно стоимость, а долю в распоряжении общества. Это по какому варианту? Когда они разделили? Давайте по варианту пойдем. Третий вариант свободный вход. Раздел произошел, супруг второй становится участником. Дальше у него появляются все права, которые есть у участника. Он может продать свою долю, может выйти из общества, может управлять обществом. Это не всегда есть плохо. А плохо знаете, когда компания, представьте, есть три собственника, они управленцы, реально управленцы, не номиналы, постоянно идеи генерят, какие-то процессы новые проводят. И тут переходит супруга, которая вообще ничего не понимает, а у нее 50%. Представляете, что будет? Вот этим неплохо, но хорошо, что она не теряет, ну, или он, не знаю, второй супруг, не теряет контроль. То есть вот это вредный этот совет, он, знаете, такой не абсолютный. То есть ко мне, когда на консультацию приходят, я не говорю абсолютно, что давайте блокировать вход. Иногда это может быть и хорошо. Второй вариант, когда вход третьих лиц, согласие участников, вот это то, о чем вы говорили, значит, приходит второй супруг, дает решение, да, и тут участники говорят, принимаем или не принимаем. Если принимают, статус участника приобретается, если не принимают, то остается, корпоративные права не возникают, остается право имущественное, да, ей выплачивается действительно стоимость доли. Когда запрет на вход третьих лиц нельзя, согласие есть, нет, неважно, нельзя, то в этом случае родника только имущественное право, право на получение доли, действительной стоимости доли. Это устоявшаяся практика, судебная практика достаточно большая, я вот на слайде ее... Ну, самый оптимальный вариант по практике какой, да, на второй? знаете, повторюсь, нету абсолютного решения вопроса, все очень ситуативно и индивидуально, потому что иногда действительно этот запрет может и злую шутку сыграть, но по-второму у нас есть хотя бы возможность подумать, брать, не брать, там, в зависимости от доли, там, если большая, что может ее взять, да. репутация уже может быть известна, брать, человек или нет. Может, и здесь ведь, опять же, на чейной стороне, если мы пытаемся свои активы защитить, вернее, не так, мы пытаемся свою вторую половинку защитить, может быть, хорошо, если мы дадим это право на вхождение в состав, да, потому что будет хоть какой-то контроль. Здесь есть другой вопрос, время же идет, брак и разводный процесс, год, два, бывают больше, да, и что в этот момент с обществом происходит, можно только догадывать. А вот это условие вносится при регистрации в устав, а тогда еще может быть и не идти речь о разводе, там, и не идти, но об этом нужно думать, об этом нужно думать, нужно думать о разводе, о смерти, о 40 с партнерами, это обязательно можно думать и в уставе вот прописывать. Значит, по порядку, это я обозначила, да, как это происходит. Вредный совет номер 4, если грозит нам брак и разводный процесс, надо быстро все продать и подешевле, недорого. Значит, чтобы не делить бизнес, нужно его быстро продать или подарить, и лучше сделать это близким родственникам. Нет имущества, нет проблем. Вредный совет. Какие здесь нюансы, а что продаем? Вот об этом, наверное, стоило сказать в самом начале, когда я о теме, да, тему заявила, как поделить бизнес. коллеги, а что такое бизнес? Объекта права такого нету. Мы не можем поделить, как недвижимость, квартиру, стул, стол и так далее, да, поскольку это не объект. Здесь, конечно, зависит от того, что из себя представляет бизнес, какую структуру. Будет здорово, если это какая-то централизованная структура, это одна компания, но это бывает очень редко. Как правило, это здесь ИП, там ООО, там еще что-то. Бывает, на подконтрольных лиц все оформлено. Бизнес иногда это соцсети. Сейчас очень распространенное явление. Возьмем кафе, помещение в аренде, оборудование в аренде. Все в аренде. Все в аренде, персонал. Самое интересное, вот с соцсетями. Соцсети разделить нельзя. Их, кстати, даже продать нельзя. Страничка, да? Да. Да. Раскручивается с налогами. Да, продать нельзя, потому что это не объект права. Поэтому здесь, что мы продаем, конечно, будет зависеть от того, что это. Это доля ВОО, это индивидуальное предпринимательство. Их же нельзя продать, да? Ну, как? Либо ты самозанятый, тоже продать нельзя. Если есть какие-то активы... Продать, да? Недорога. Недорога. Когда продается бизнес? Об этом тоже уже говорили. Все это имеет значение. в какой момент? До брака, в период брака, после брака. Причем нет привязки, как уже говорилось после бизнесмен. Ну, тоже вот можно как аргумент использовать, да? Узнал об измене, пошел... Сразу продавать, пошел бы. Тогда еще я о разводе не было. Я, кстати, говорила, подаю университета, и мы выиграли научный грант, грант по научной работе, и в флуарах там говорили, что какой-то крупный человек крупного полета собирается разводиться и вот себе научную базу разрабатывать, чтобы поделили бизнес так, как ему надо. Это имя скрывалось, я, честно, не знаю, кто это, но научную работу мы провели. То есть, интересно, какой? РУДЭ, а вот преподаю, а вот это именно научная работа РосНОУ, российский новый университет. Так, а зачем продаем? Да, то есть, должно быть экономическое обоснование. Если бизнес успешно, он работает, мы в него вкладываем много сил, все хорошо, а зачем продаешь? Надоело. Вот надоело тоже, вот если ты продал и уехал на Мальдивы отдыхаешь, ну, наверное, поверят, что надоело. А если ты продолжаешь работать, трудиться, ну, наверное, что-то не так, да? А, нет, просто объем. Устал, тянул 10 объектов, два продал, восемь, восемь легче. Возможно. И если еще цена рыночная будет, Это уже три, четыре. Да, за сколько? Да, это тоже имеет значение, но очень относительно, потому что вот с этой рыночной стоимостью, да, когда стоимость доли оценивается, ведь на будущее еще оценка идет, да, а что будет завтра? Насколько успешен этот бизнес будет завтра? А если есть риски, то, значит, и стоимость понижается. И поэтому здесь, конечно, вот есть вопросы с этим. коллеги, у меня на этом все. Я благодарю вас за участие. Как вы заметили, большинство моей речи, так скажем, было построено на судебной практике. Я готова с вами поделиться подборкой судебной практики. Я сделала удобную табличку, где я пишу наимнования судебного акта и те выводы, которые есть в этом судебном акте. Но поделюсь не просто так, а если вы оставите отзыв, то вот по этому коду. Отзывы можно оставлять анонимно, можете писать, не можете, а нужно писать честно. Если вам что-то не понравилось, чего-то не хватило, обязательно мне об этом напишите. Я искренне хочу, что мой материал, мои выступления были лучше качественные. И вы мне в этом как раз так и поможете. Вы мне хорошо сделаете, я вам пришлю подборку. А вот эта презентация у нас будет? Презентация у меня не все еще. Презентация я готова поделиться, но может быть не очень удобно с практикой работать в этой табличке, как мне кажется. Но это уже вопрос удобства. Могу дальше идти. Ну здесь я, если кто забыл. Коллеги, еще мы с коллегой планируем проведение вебинара. Вот я вам сегодня рассказывала о стыке семейного права и корпоративного права, а есть еще стык семейного права и интеллектуального права. Как поделить интеллектуальную собственность? Вот к примеру, я сегодня говорила соцсети, их нельзя поделить, но вместе с этим такая единица, которая может приносить достаточно неплохие доходы. Я занимаюсь семейным правом, корпоративным правом, а коллега занимается интеллектуальной собственностью, доменными спорами. Мы решили объединиться и рассказать вот об этом стыке. Если кому-то интересно, мы сейчас ведем предзапись. Можете перейти, у меня сколько сельников отходов, можете перейти, оставить свои данные, что вы хотите участвовать. Как только мы сделаем официальный анонс, мы вам всю информацию пришлем. Но дата времени уже известна, это 23 мая, 17 00, в моем режиме у меня будет. Вот теперь на этом у меня точно все. Если есть вопросы, давайте обсудим или отвечу, как хотите. по опционам говорили, что это ничего не сказали. Сегодня? Я вас обманула. Что это в целом? Я занимаюсь опционами, я, наверное, это в самом начале говорила, как способ планирования защиты своих активов. Я искренне убеждена, что опционы придумали чиновники и, наверное, те, кто планирует разводиться. Очень интересная тема. Может быть, потом расскажу. Клиент хочет разводиться. А почему он хочет? Ну, что он на развод. Он на свою бухгалтеру оформил, у ОСКу сейчас ее наполняет. И хочет опцион снизить, чтобы бухгалтер никуда не делся. опцион заключить. Я вчера назвал что делать не прием. Опять мы приходим своему запругу. Опцион очень интересная штука. Это когда имущество как бы есть, но как бы его нет. вопросов нет, давайте я Алексею не скажу спасибо. Спасибо. и спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok